Слава Украине и привет от Полоцкого. Ребята, в ответ на уничтожение Украины крейсера Москва, Россия обстреляла Брянск, точнее Брянскую область. Ничего удивительного, собственно говоря, раньше почему-то влетало все больше в Воронежу. Но теперь, видите, пришла очередь Брянской области. То, что это сделали сами русские, они там обстреляли пограничный переход, вот, де-факто, недействующий, они сами же обстреляли какое-то село, глухое абсолютно, снаряд куда-то там залетел, какой в этом смысл? Ну, естественно, для того, чтобы обвинить Украину. Ну, объясните мне, какой смысл Украине пульнуть по недействующему пограничному переходу, не имеющему абсолютно никакой военной ценности, и уж тем паче по какому-то селу, о существовании которого Украина, скорее всего, даже не подозревала, что она там в 10 километрах от границы, наверное, существует. Скорее всего, что наши даже об этом не знают, что она есть. Зачем оно России? Это понятно для того, чтобы для накаливания обстановки, соответственно, для объявления, чтобы у них были основания объявить какую-то там мобилизацию, частичную, либо полную. Ну, частично, скорее всего. Полную они уже финансово не потянут, это уже до развала России, но так они уже и не объявят. А вот частичную мобилизацию могут где-то там объявить, чтобы народ меньше шатался и меньше сопротивлялся призыву. Вот так они скажут, вот, посмотрите, они на нас напали, они разбили коровник в деревне Запупеевка, в Брянской области. Ну, что, Запупеевка? Все мечтали разбить коровник в Запупеевке. Это же абсолютно однозначно. Ну, как Украина без этого жила до сегодняшнего дня? Все это абсолютно очевидно. Вот, то есть Россия ищет предлог для того, чтобы поставить к ногтю свое собственное население. Как это отразится на нас? Абсолютно никак. Бояться еще какой-то там, еще какого-то пушечного мяса, неграмотного, необразованного и небоеспособного, которое они, если что, пошлют против нас. Ну, это несерьезно. Это пушечное мясо и просто пушечное мясо. Ну, еще 15 минут боя. Все. Но, с точки зрения Путина, это большое дело. Видите ли, он мыслит категориями середины прошлого века, когда можно было, как говорится, организмами закидать пулеметное гнездо. Он, как говорится, живет теми категориями и поступает, собственно говоря, сообразно тому, как поступил бы, например, его кумир Сталин или его кумир Гитлер в 40-х годах прошлого века. Ну, а мы знаем, как с этим бороться. Слава Украине. Героям слава. Спасибо.